Валерий, сколько сейчас точек насчитывает сеть и как это количество изменилось за последнее время? Сейчас это 62 магазина всего. За последнее время, буквально последние три месяца мы открыли три магазина. В апреле, это даже 1 марта, это у нас было открытие в Кирове, в нашем торгово-развлекательном центре Макс, это гипермаркет. В апреле мы открылись в Сироадвинске, это еще в одном торгово-развлекательном местном торгово-развлекательном центре. И в мае мы буквально на прошлой неделе открыли магазин в Вологде. Это офлайн-формат. В онлайне мы в апреле запустили две площадки в Архангельске и Сироадвинске, два интернет-магазина. И вот буквально также в мае мы запустили проект интернет-магазина в Черепациям. А география присутствия пока не изменилась? Нет, мы находимся в своих регионах. Это Архангельска, Вологодска и Кировская области основные отношения. Ну и Ярославль у нас тоже там попытки развития, мы постепенно идем в это направление. Вот касаемо последнего открытия крупного ТРЦ в Кирове, вот у нас очень много-много уже лет говорят про то, что гипермаркет все, но гипермаркет не все и даже развивается. Как вы оцените это открытие в целом? Совпали ли ожидания с реальностью? Ну, мы в первую очередь, когда эту площадку рассматривали, мы ее формировали под развитие девелоперского бизнеса. Напомню, там сейчас 55 тысяч квадратных метров торговой недвижимости, открыт торговый центр. Торгово-развлекательный центр с таким уникальным наполнением. И, наверное, открытие гипермаркета, это было такое, ну, естественное решение с точки зрения там собственного бизнеса, в котором таких примеров у нас уже несколько. То есть там тот же Череповцы и в других городах, где есть в Архангельске, в структуре торгового центра открыт наш гипермаркет. Здесь таким же путем и шли, как раз получая такой синергетический эффект от состава арендаторов, от того трафика, который приходит в торгово-развлекательный центр, который, в общем-то, также соприкасается с нашим предложением. Говорить про эффект пока рано, потому что буквально с открытия, с 1 марта там несколько месяцев прошло, и идет постепенно наполнение центра, узнаваемость покупателя, ну, и так привычка формируется. Поэтому пока, да, мы видим растущий трафик, но он пока еще, скажем, не тот, который мы планируем там получить дальше. Вы уже упомянули про онлайн-формат. Как сейчас после пандемии продолжается его развитие? Насколько стало сложнее и насколько в целом народ в регионе, учитывая, что вы выходите в небольшие города, в том числе, ну, в Северном Суде, это небольшой город, мне кажется. 200 тысяч. Да, вот как там обстоят дела, как народ это все воспринимает? Ну, наверное, после пандемии вот такая популярность онлайна, она подстихла, скажем, стала более спокойной отношением покупателей, но там та же активность, которую мы видели там в период, она сохраняется. Что касается там покупательского восприятия, да, управа народа региональна, наверное, он в этом плане еще такой, скажем, не до конца подготовленный, Есть аудитория достаточно активная, которая готова пользоваться онлайном, и у нас там достаточно много уже таких постоянных клиентов, которые пришли не из нашей сети, они пришли из ДНИ, они вообще-то готовы заказывать и становятся нашими постоянными покупателями. Еще раз, такой темп достаточно эволюционного развития, нет каких-то рисков, поэтому мы вкладываемся в развитие этого канала, мы привлекаем покупателей, как наших внутренних, которые увеличивают свою сумму покупки, как в офлайн, так и в онлайн-канале, ну и новых клиентов, конечно же, тоже. Вы тестируете также экспресс-формат, напомните, пожалуйста, еще раз нам, как эти магазины выглядят и что с ними сейчас происходит, сколько у вас их уже есть? Мы сейчас запустили, по сути, работают два, два магазина в формате экспресс, небольшой площадь, торговый зал, это та модель, которую мы рассматриваем, это 150-250 метров квадратных максимум, в котором должно быть представлена как раз основная такая покупательская корзина на каждый день. И сейчас мы, так сказать, дорабатываем и ассортимент, и мерчендайзинговые решения, которые позволяют нам, позволят нам реализовать уже такой отшлифованный, отработанный проект и вот сценарий этого года. Это на 2-3, может быть, там 4 открытия, которые мы хотели бы дальше протестировать, ну и со следующего года уже формировать такую полноценную программу открытия таких магазинов, потому что уверенность в том, что заработают и зайдут там, она есть, мы это видим на примере даже этих двух магазинов, потому что покупателям удобство там и экономия времени сейчас становится такими наиболее трендовыми вещами, когда не хочется идти далеко вечером в магазин, да, хочется совершить такие покупки основного ассортимента буквально на вечер или на утро, вот рядом дома, рядом с домом. И мы хотим эту возможность предоставить, формируя тот ассортимент, который вот обеспечивает эти потребности. А вы локации рассматриваете в жилых районах или наоборот места, где вот трафик какой-то там, центр города, что-то еще? А слушайте, вот мы и те, и те локации рассматриваем и при этом понимаем, что ассортимент вот каждой локации будет, действительно, это трафиковая какая-то центральная локация или там жилой массив, они должны там самостоятельно отличаться друг от друга, да, то есть если где-то офисная часть, где достаточно большой живой трафик, это там побольше позиций to go, то ближе к дому это может быть там, да, не нужно to go, не нужно, может быть даже кофе горячее, да. Молочко, яички, да. То есть да, вот такие совершенно верно простые, нужные вещи, которые там вот на каждый день. Поэтому будем адаптировать и с учетом локации тот ассортимент, который будет востребован именно здесь. Касаемо присутствия вот вашего здесь на неделе российского ритейла, здесь очень много говорят, в том числе про устойчивое развитие, про устойчивую упаковку, то есть такие тоже тренды последнего времени, вы как компания, которая в том числе STM очень много производит, как в целом вы вот к этим требованиям времени рассматриваете, относитесь точнее, насколько они сейчас оправданы, насколько это экономически вообще выгодно в такие вещи вкладываться, как вы на это смотрите? Слушайте, у нас в целом позиция в том, что мы сейчас какие-то намеренных шагов по этому направлению делаем, хотя, безусловно, мы в диалоге с нашими производителями, которые там где-то откликаются, кто-то, в принципе, не может нам предложить такое решение, но так или иначе вот диалоги на эту тему идут, я не скажу, что суперактивно, потому что для производителей во многом, которые делают нам этот продукт, ну это дополнительные затраты, и это у нас сейчас основной барьеру для дальнейшего развития. Поэтому пока, скажем так, сдержанные решения, сдержанные действия, и мы, конечно, задумываясь, на тему смотрим, где-то там подсказан производителям, но вот во многом мяч на стороне самих производителей. То есть все-таки от них инициатива должна исходить? Я думаю, что да. Думаю, что да. Сложная тема на самом деле. Еще одна новость в последних дней, это про укропнение и без того крупного федерального ритейлера путем присоединения, по крайней мере, как они говорят, что в конце лета должно это случиться, событие. Как региональный ритейлер, вы какую-то дополнительную угрозу в этом видите? Как-то вы будете учитывать это в своей дальнейшей стратегии? Может быть, что-то уже делаете? Ну, вы знаете, нам можно только предполагать, какие угрозы это могут составить. Я думаю, что в первую очередь это какое-то влияние вот такого усиленного федерального игрока, который стал там существенно больше, это в отношении с производителями и поставщиками. То есть влияние на цены, на давление на условия, что может, я предполагаю, откликнуться на нас. Потому что производитель, который там где-то двигается в пользу федеральных сетей, начинает компенсировать свои потери либо убытки за счет региональных игроков, федеральных игроков. И я могу предположить, что мы в какое-то время можем столкнуться с таким риском. Я надеюсь, что это только предположение. То есть на какую предварительную работу с поставщиками вы не проводите? Нет, такой предварительной, что сейчас давайте все эти объединения, даже до того момента, пока вас не одобрило, давайте что-то зафиксируем. Нет, конечно, такой работы нет, но я думаю, ни один производитель на это не пойдет. Но так, конечно, нам нужно мониторить ситуацию. Мы, наверное, понимаем, что, наверное, в нашем регионе позиция этих игроков, там, в частности, Dixie, она может быть не так сильно представлена в регионах нашего присутствия, или же той же Билла, да, про сделку с лентой. Поэтому для нас, наверное, это не настолько большие риски, но я думаю, что все равно, рано или поздно мы их почувствуем. Ну и в завершении вы уже упомянули, что у вас есть планы по открытиям экспресс-формата. Какие планы вообще ближайшие по открытиям в целом в этом году? И, может быть, вы планируете географию присутствия как-то еще расширить? Ну да, мы по экспрессам – это первые шаги, которые хотим сделать. Но в традиционном нашем формате супермаркетах, если сейчас 60-го магазина, то желание до конца года довести это значение до ровного – до 70. И, в общем-то, в планах компании – дальше каждый год по 10 открытий проводить. В общем-то, и того, наша планка к 24-му году – это 100 магазинов, которые мы хотели бы в сети закрепить. Все-таки основные открытия и усилия направлены, в первую очередь, уже в знакомых для нас регионах – это Ярославская область, Кировская область, Архангельская, Вологодская. И именно здесь ищем для себя площадки для открытий. И, в общем-то, готовы рассматривать любые форматы. Это и маленькие супермаркеты у дома до 500 метров, ну и форматы до 1200 метров квадратных в такой площади. И, в общем-то, в этом году, как сказал уже, вот это желание порядка 7-8 открытий обязательно сделать. Спасибо большое, что вы нашли время к нам сюда прийти. Да, спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!